Лучшие борцы 99-го и 2001-го годов рождения сражались за победу, чтобы громко заявить о себе на всероссийском турнире. Тем временем родители болели и переживали с трибуны. За сына город Выкса выступает, пока выигрывает. Будет сейчас в финале Дара. Играть, участвовать, не знаю. Выиграет, не выиграет, не могу сказать. Участники все сильные. Сложно сказать, понимаете сами. Вы волнуетесь? Конечно, конечно. Волнение очень сильное. Наверное, больше, чем у него даже. Дмитрий Новожилов – талантливый муромский борец. Победитель открытого первенства области, обладатель первого места турнира по самбо «Памяти Некрасова». На соревнованиях Сушкова Дмитрий был решительно настроен на победу. В результате муромский борец одержал волевую победу в весовой категории до 35 килограммов. По словам Дмитрия, колоссальную моральную поддержку ему оказывали родители и тренер. Родители. Да, они меня вдохновляли на борьбу. И тренер тоже меня всегда говорил, чтобы выходить достойно на татаме и побеждать. Дмитрий отметил, что соперники были сильными, а спортивная борьба – достойная. Соперники были нелегкие, и борьба была достойная. Все соперники приехали за победой, и мы отстояли. Сборная команда Владимирской области заняла первое место в турнире и сохранила Кубок Кавалера Ордена Мужества Владимира Сушкова на нашей земле еще на один год. Поздравляем. Но, как говорилось на церемонии открытия, проигравших в этот день не было. Памятными призами организаторы спортивного общества «Динамо» вознаградили участников и гостей. Вот такой замечательный кубок получит каждая команда каждого города, приехавшая на соревнования по самбо в Муром. Еще огромное количество призов и подарков подготовило спортивное общество «Динамо» каждому участнику и призеру сегодняшних соревнований. Призером соревнований вручались медали и кимоно из рук матери героя офицера Владимира Сушкова Раиса Борисовна. Среди муромских спортсменов, поднявшихся на пьедестал в своих весовых категориях, были Дмитрий Новожилов, Семен Князев – это первое место, Максим Белов и Артем Рыбинков – второе место, Даниил Харитонов и Иван Демидов заняли третье место. Отличную организацию турнира отметил главный судья соревнований Анатолий Роганов. Я считаю, на хорошем уровне, на высшем уровне, то есть никаких вопросов у Раисы Борисовны не возникло. Ей нравится сюда приезжать. Здесь каждый знает, отвечает за все, за то, что порученное дело. И мне, как главный судья, было легко, в принципе, работать. Спортсмены говорят, самбо – это наука побеждать. Всероссийский турнир по самбо на Кубок Кавалера Ордена Мужества Владимира Сушкова прошел на отлично, а потому с победой всех. Александр Сидоров, Новости 24, Мурман.